Этот год в России прошел под знаком столетия революции. События вековой давности заставили нас еще раз задуматься, верным ли путем пошли товарищи и куда привел нас этот путь. Чтобы разобраться в причинах следственных связей, пришлось обратить взгляды в прошлое. Доподлинно известно, 25 октября 1917 года по старому стилю, 7 ноября по-новому, в Петрограде произошел захват власти. Почему столько цифр? Да потому, что новая власть практически сразу же поменяла календарь с Юлианского на Григорианский. Даже была попытка с Великого Октября начинать летоисчисление. Забыв все Рождество Христово, забыв какие-то другие, в этом отношении большевики уникальными не были, они попробовали воплотить пример французских революционеров в период Великой Французской революции, когда там вплоть дошло до того, что календарь поменяли, переименовали в 7 месяцев и начали считать с нуля. Здесь эта попытка была, но она не нашла своего воплощения в жизнь, потому что, ну, единственное, я могу на память сказать, что это был журнал атеистический, журнал типа «Воинствующего безбожника», «Атеизм» или еще что-то такое, где вот действительно писалось, что выходит в пятый месяц со дня Великой Революции, там, десятый год, там, или еще чего-то. Но эта попытка вот только в этих журналах и устоялась. Хотя Ярославский пытался через Союз воинствующих безбожников это сделать всероссийской всесоюзной практикой, но ему это не удалось. Холостой выстрел с «Авроры» послужил сигналом к штурму Зимнего дворца. Кстати, спустя 10 лет крейсеру довелось выстрелить еще раз для фильма «Октябрь» или «Тесять дней, которые потрясли мир». Для съемок «Аврору» зарядили двойным зарядом, чтобы на экране было видно пламя, и многие дома на Невской набережной лишились стекол. На территории современной Чувашии в те дни практически ничего не происходило. Основная политическая жизнь кипела в губернтском центре в Казани и нескольких городах. Дело в том, что революцию делали все-таки молодые люди. И когда совершилась февральская революция, учащаяся молодежь в Казани встрепенулась и стала активно посещать политические митинги, собрания, где верховодили в тот период Чувашские СССР во главе с Аленовым и Васильевым. И молодежь тянулась к этим лидерам. Самым политически развитым, подкованным был самый младший – Петр Федоров. Его биография несколько отличается от биографии его сверстников. Дело в том, что он родился в крестьянской семье, но его отцом был Александр Федорович Федоров, депутат Второй Государственной Думы от Казанской губернии. Творческие молодые люди просто не могли оставаться сторонними наблюдателями, их тянуло в самую гущу событий. Тем более, что ситуация складывалась так, что им пришлось брать на себя ответственность за судьбу идеи. Самые критические моменты для Казани той поры, когда был прорван фронт, и белые приближались к Казани, глава комиссариата Чувашского Александр Дмитриевич Краснов проявил, будем говорить, молодушие. Значит, он взял отпуск по состоянию здоровья и уехал из Казани. А своим исполняющим должность, его должность, стал молодой 21-летний Петр Федоров. И он на этом посту, как бы сказать, развернулся во всю свою мощь. Вот есть воспоминания Максима Кошкинского, который пишет о том, что в комиссариате, он зашел в комиссариат, и Петр, он вникал во все дела, он, как бы сказать, отдавал распоряжения, решал дела на ходу. И так получилось, что опять Петр решил в какой-то степени судьбу Кошкинского. Он в тот период комиссариат формировал кадр агитаторов для создания Красной Армии. И Петр уговорил Максима Кошкинского подать заявление в агитаторы. Он послушал его совета, и действительно, в тот же день, 26 июля, это было 1918 года, Петр завизировал его заявление, отдал в управление, политуправление Восточного фронта. И Максим Кошкинский, вот его судьба изменилась. То есть он двинулся уже по линии политической. Теперь уже не в составе левых эсеров, а в составе Красной Армии. И, как бы сказать, это, наверное, спасло ему жизнь. Потому что Петр Федоров, так же, как и другие члены комиссариата, многие, они остались в Казани, когда Казань была взята белыми войсками армии Камуча и белочехами 7 августа 1918 года. И так получилось, что Петр Александрович был убит. Его обстоятельства смерти неизвестны, есть разные версии. По одной версии он был расстрелян белочехами, по другой версии он вступил в армию Камуча и потом погиб при штурме Казани уже частями Красной Армии. Выяснить до конца эту ситуацию пока не удается. За сто лет чьи-то имена изглазились из памяти, чьи-то потеряли свой блеск и величие. Но все они заслуживают, чтобы их оценили по достоинству. Вот одной из таких фигур является Александр Дмитриевич Краснов. С моей точки зрения, личность недооцененная. Хотя, конечно, историки ее достаточно хорошо знают, но широкой общественности, конечно, мало. Но уже летом 1917 года он был избран от, собственно, Янтиковской власти делегатом Казанского губернского съезда, Крестьянского съезда Советов. Вошел даже в Казанский губернский сполком Советов. Затем он, значит, вошел в Казанский губернский совет солдатских рабочих депутатов. Надо сказать, что до, скажем так, лета 1918 года существовали отдельно советы солдатских, рабочих депутатов и крестьянских депутатов. В тот момент Александру Краснову было уже 27. Возраст достаточно зрелый, если учесть, что многим революционерам не исполнилось и 20. Возглавив Казанский чувашский военный комитет в августе 1917 года, он принял активнейшее участие в Октябрьском перевороте, мобилизовал чувашских военнослужащих на борьбу с местной контрреволюцией. Весной 1918 года Краснов был в числе создателей комиссариата по чувашским делам и стал первым его руководителем. Роль этой структуры в национальном движении была очень велика. Фактически это было экс-территориальное чувашское правительство. Документы этого комиссариата показывают, как с самого начала комиссариат старался реализовать программу национального возрождения развития чувашского народа, прежде всего в плоскости развития чувашского языка. Значит, комиссариат направлял различные бумаги, циркуляры в губернские учреждения, чтобы представители чувашского народа выдвигали в эти организации. Добился того, чтобы чувашский и татарский язык были признаны государственными в Казанской губернии наравне с русским языком. Кроме того, Краснов принял участие в создании чувашского левого социалистического комитета, хотя председателем был Петров, Дмитрий Петров, Юман, но заместителем был Краснов. Это был блок левых партийных сил с участием левых СССР, чувашских националистов, беспартийных и большевиков. Но очень важная роль Краснова принадлежала в создании чувашского отдела при Народном комиссариате по делам национальности, которому предстояло стать центральным советским чувашским учреждением. Именно Краснов в апреле 1917 года выезжал решать этот вопрос в Москву. Москва добился согласия на создание этого чувашского отдела у Сталина. Казань, несомненно, была крупным политическим центром того времени, но его езды к губернии и революционное настроение давали себя знать. Карл Грасис – первый председатель Чебоксарского городского совета рабочих и солдатских депутатов. Латыш по национальности здесь он прожил совсем недолго, но оставил заметный след в нашей истории, отчасти благодаря воспоминаниям. Для ясности мне пришлось взять несколько ярких примеров из французской революции. Толпа слушателей встала на нашу сторону. Правильно – долой. Энацкого – долой. Мы взяли с собой милиционера и направились на квартиру комиссара. Увидя нас, он растерялся. Чем могу служить? Именем народа предлагаю вам отказаться от комиссарства. Товарищи, пойдемте лучше в управу, там все решим. Решайте тут. Берите ручку и бумагу, пишите отречение. Комиссар побледнел и затрясся, как в лихорадке. Взял лист бумаги и с дрожью в руках начал писать под диктовку товарища Грасиса. Когда мы вышли на улицу, Грасис крепко пожал мне руку и пригласил переночевать у него, на что я скоро согласился. Утром разбудила нас хозяйка квартиры. Карл Янович, вставайте, в городе новость какая, спрашиваем. Зинацкий от комиссарства отказался. К сожалению, многие действующие лица политической пьесы, которая разыгрывалась тогда на местах, так и не вошли в программу спектакля. Гавриил Алюнов, Дмитрий Петров-Юман, Александр Краснов, Петр Федоров – это всего лишь малая часть имен, к сожалению, сегодня практически забытых. Причина в их политической принадлежности. Кто-то, да, был активным участником революции, но он потом не вписался в процесс. У нас потому что большое количество людей, которые в первое время были вместе с большевиками, и они действительно помогали створить эту революцию. Тот же самый Семен Николаев Хури, Гавриил Алюнов и прочие. Они ведь тоже были активными участниками революционного процесса. Но просто они разошлись с большевиками в понимании того, как дальше пойти. Ведь большая часть из них входила в этот чувашский левосоциалистический комитет, который был в первое время своего существования относительно демократической площадкой, где сталкивались интересы и большевиков, и левых эсеров, и беспартийных, и крестьяне там могли выступать со своими лозунгами. И вот это все там переваривалось, формировалась какая-то определенная политическая платформа. Но когда вот произошел Октябрьский переворот или Октябрьская революция, в зависимости от того, кто на какой идеологической платформе сейчас стоит, и началось вот это отторжение левых эсеров от большевиков, соответственно, разошлись и взгляды всех на то, кто эти люди. Не случайно, что и Семен Николаев, и Гаврил Алюнов оказались не у дел. Они вынуждены были вместе с белочехами и комуческой армией уйти. Потом оба оказались кто в эмиграции, кто в застенках. Вот судьба ни одного из этих левых эсеров, кто остался верен своим собственным взглядам, счастливой не была. После установления советской власти на карте страны одна за другой стали появляться новые республики, созданные по национальному принципу. Как мы помним, Чувашия образовалась в 1920 году. Первая попытка перехода к районам была сделана еще в начале 1920-х годов, когда обсуждался проект создания Чувашской автономии на территории Казанской и Симбирской губернии. Но этот проект получил название Чувашской трудовой коммуны. То есть первоначально предполагалось, что Чувашская автономия будет называться не автономной области, как де-факто произошло, согласно декрету 24 июня 1920 года, а Чувашская трудовая коммуна. Значит, название было не случайно. За образец мы взяли трудовую коммуну немцев по Волжье, одну из самых ранних автономий в РСФСР, которая была создана в декабре 1918 года на территории современной Саратовской губернии. Ленин сказал, что давайте не будем называть коммуну, сошлись на варианте автономную область. И что касается административного устройства, было решено оставить прежнюю уездно-волосную систему. Уездно-волосную систему, согласно декрету, значит, Чувашская автономная область создавала в составе трех уездов Чебоксарского, Цивильского, Ядринского. Довольно быстро стало понятно, что такое административно-территориальное отделение крайне неудобно. Трехступенчатая система, уезд, волос, сельсовет была громоздкой, трудноуправляемой и очень затратной. Именно поэтому в 1921 году была предпринята вторая попытка районирования Чуваши. Согласно предложенной схеме, республика делилась на 9 районов. Но это предложение административная комиссия тогдашнего правительства РСФСР отвергла. И лишь четвертая попытка районирования оказалась успешной как раз в сентябре 1927 года. Именно этот принцип административно-территориального отделения действует до сих пор, хотя количество районов периодически менялось. Наша республика готовится отметить 100-летие образования. Но история Чувашского народа началась намного раньше. Примерно на тысячу лет назад. Чуваши – один из древних народов, предки которых образовали причудливые и большие древы жизни. Сегодня в мире насчитывается около полутора миллионов людей, считающих себя Чувашами. Причем половина из них живут собственно в Чувашской республике. Однако обживать эти земли люди начали задолго до того, как сформировалась Чувашская нация. Достоверно известный, самый древний памятник на территории Чувашской республики датируется примерно 12-14 тысяч лет. Это эпоха финального палеолита, то есть это конец ледниковой эпохи. Это время, когда еще жили мамонты, и в этот период под городом Цивильском, где-то примерно в одном километре от него, в местечке Шоума на горе, нами найдена стоянка охотников того времени. Это интересная эпоха тем, что мы можем увидеть первых людей, заселявших нашу территорию. Конечно, должны быть и более древние памятники. Вот, например, в Самарской области, это не так далеко от нас, известны памятники возрастом 150 тысяч лет. И у нас должны быть такие же. Но ледниковые эпохи смывали отложения, перемещали грунты, и поэтому сложная географическая ситуация, палеогеографическая. Но, тем не менее, вот это наше открытие, оно уникально тем, что это не просто памятник, а это стоянка-мастерская, там, где люди изготавляли орудия, тут же они жили, жгли костры. На площади около 20 квадратных метров примерно более 15 тысяч единиц изделий, находок. И среди них есть кости. Поэтому мы знаем, что это были охотники на первобытных бизонов, на лошадей и на более мелких животных. Памятник интересен тем, что археологические находки приурочены к погребенному слою почвы. Это достаточно редко бывает, и мы можем наблюдать остатки древней мерзлоты, вечной мерзлоты. То есть мы знаем, что 12 тысяч лет назад на территории Чуваши была вечная мерзлота. Это тоже интересно. Чувашский фольклор сохранил немало легенд, связанных с историей народа. Вот, к примеру, такую. В незапамятные времена в городе Сари у некоего царя росла красавица-дочь. Отец никому не показывал ее, но девушку тайно посещал сын солнца, и она понесла. Отец, рассердившись, укрыл ее в золотой лодке, которую пустил в море. Сияющую лодку заметили два богатыря – болгар и сувар. Стали делить находку. Сувар говорит – мне лодку, Батыр – мне, чтобы лодки. Как привели лодку к берегу, богатыри увидели в ней красавицу-девушку-царевну. Батыр женился на этой девушке, и она родила ему много-много детей. От рода болгар и пошел чувашский народ. Солнечный и дружелюбный. Одним из первых о происхождении чуваши от булгаров высказался известный русский историк Василий Татищев. К этой версии склонялись многие ученые, в основном по-волжски. Ашмарин, Сброев, Никольский. В то же время многие считали и считают, что чуваши произошли от местных финно-угорских народов. Одна из теорий была такая, что чуваши, мол, произошли от местных финно-угорских народов. То есть ведут свое родство от морийцев, мордвы и так далее. Ну, удмурты – это финно-угорские народы. Просто отюречены были, взяли тюркский, болгарский язык, а на самом деле это являются те же самые финно-угры, как и морийцы. Другая теория была такая, что вот чуваши, мол, потомки тех, болгар, которые пришли на эту землю чувашскую нынешнюю, и здесь они ассимилировали местных финно-угоров, и на этой основе, получается, 50 на 50 процентов образовался чувашский народ. То ли морийцы, то ли чуваши. Ну, другая теория, конечно, она такая солидная, она обоснованная такая на ученом плане многими крупными специалистами, не только российскими, венгерскими, финскими, немецкими. Это вот предхождение чуваши ведут от болгаро-суварских племен. Просто-напросто это та часть болгар и сувар, которые не приняли ислам. Сентимеркинский могильник неподалеку от Вурнара – один из уникальных памятников древней истории культуры, похожих комплексов России единицы. Не помню, кто сказал, но сказал здорово. История начинается, когда уже ничего нельзя проверить. Но это вовсе не значит, что археологи от души сочиняют наше прошлое, даже если это касается романтических историй. А тот горшочек, который в прошлом году склеивали, вы говорите, что он самый удивительный, чем? Он позднескифский. Позднескифский. Отличается от всех горшочков, которые нашли здесь. То есть остальные мордовские, а он позднескифский. А как? То есть его лепила женщина позднескифского происхождения. Или это говорит о том, что торговые связи были? Нет, никто горшок бы не покупал такой. Значит, она была здесь, жила с ними вместе. Кто-то ее, может, захватил во время войного похода. В общем, жена чья-то была. Причем, любимая, видимо, жена, потому что у нее были богатые украшения. Впрочем, скифы сюда забредали редко, очень редко. А вот кто жил здесь долгое время, так это наши ближайшие соседи. На Синдемиркинские раскопки несколько лет приезжают ученые-студенты из Саранска. И за это время нашлось немало доказательств, что территория современной Чувашии – колыбель мордовского народа. Наши передачи не только об интересных событиях, но и о людях, благодаря которым они происходят. В уходящем году нам посчастливилось познакомиться с удивительной женщиной, без сомнения, уже оставившей глубокий след в нашей истории. Они всегда рады видеть друг друга. Им всегда есть о чем поговорить, собравшись вокруг самовара. Как прошел день, что интересного было в школе, куда поедем на каникулах – все обсуждается и решается сообща. Здесь всегда рады гостям, даже если они приходят под вечер и начинают выспрашивать о житье-бытии. У нас Никита есть большой и есть Никита маленький. Вот они вместе сидят. Вот Никита большой. А это маленький Никита. Два Никиты. Ну, у нас много слав, конечно. У нас Вячеслав Иванович есть, Вячеслав, Вячеслав. И тоже так же Христодулов Вячеслав Иванович, внук. Да. Есть сын Вячеслав. Вот так что у нас и Вячеславы. Ну, когда решили, Катя, хотели Ярослава назвать славиком, это был перебор. Мы сказали нет. Но все равно назвали Ярослава то же самое, что будет еще и славик. Вот как папа. Кто похож на вас, а кто на Вячеслава Ивановна? Кто на нас? Вот на Вячеслава Иванович, наверное, Саша, Никита. А девочки, наверное, вот на меня. Никита, ты на меня, ты на меня, ты на меня. Я про большого говорю. Маленький сразу на меня смотрит, что он на меня похож, да? Сразу смотрит. Ничего особенного в том, что дети похожи на своих родителей. Удивительно то, что большинство детей Христодоловых рождены совершенно другими людьми. Впрочем, об этом они не вспоминают. И даже папа Вячеслав Иванович уже не может сходу сказать, кто кровный, кто усыновленный, кто приемный. Они родные и очень любимые. Так говорят, вот какой пальчик не порежь, и вот всех больно. Всех жалко, всех любишь. Ну, есть, есть, не скрываю. Это вот когда восемь было, у меня была самая младшая, самая младшая, Катюша. Это мое было. А сейчас у меня Никита маленький. И когда мне старший говорит, вот, мама, ты его балуешь. Мам, видишь, он не сказал, я всегда на его стороне. Я его, вот я его больше там, все. Вот это вот, внимание, наверное, больше им даешь. Любишь одинаково, все. Каждого, как в разной ситуации. Например, у одного что-то случилось, да, сейчас внимание ему больше надо. Случилось, у другого что-то не ладится, тому внимание больше только так. Вот, а если не любить, ну, как не любить? Нет. А так все равно, все, 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 все. Младший, младший. Всегда, всегда. Я всегда его называю подскребышем. Он меня спрашивает. Мам, а ты меня тоже рожала трудно? Я говорю, очень. Хотя это у меня, вот, ребенок приемный. Ну, ему так хочется, и он знает. Он и говорит, я знаю, меня родила мама. Я знаю, что я его родила. Я даже, мысли нет, мне кажется, я и Пашу родила. Это мое дитё. В последнее воскресенье ноября семья Христодоловых вновь соберется за общим столом, чтобы отметить главный в их календаре праздник – День матери. Ну, а пока есть время, Лидия Викторовна может присесть ненадолго и поделиться секретами счастливого материнства. Ну, не говорили на эту тему, но так получилось, что вот сколько там своих уже. И так вот, ну как, сказали, не будет больше. И мы решили, как это не будет, вон их сколько детей, это тоже наши дети. И всё, и первые дети, вот у нас Наташа, Лёня, Серёжа, они вошли в нашу семью, мы усыновили. И тоже мы никогда не смотрели детей. Так получилось, что муж ездил в Шамерлинский детский дом, он работал там по снабжению, приезжает, говорит, там мальчика такой, посмотрел, чёрненький, такой красивый. Мы приезжаем тут, приехали туда, он говорит, его брать нельзя. Тогда же тоже уже стали не делить детей. Но это правильно, что нельзя делить детей, если они со мной в семье. И директор детского дома говорит, а вы знаете, вот у нас есть трое детишек, которые полгода не могут привыкнуть. Совсем маленькие, вот и девять месяцев, малюхонькие. Мы сказали, берём. Она-то, вы его ещё не видели, мы берём. И через неделю мы поехали туда с гостинцами. Ну, тогда же так транспорт не ходил, как сейчас. Сейчас вольно можно было доехать, а тогда, перед 90-ми годами, это очень трудно было добраться. У нас был москвич старенький, задрыпанный такой, мёртвенький. И мы поехали туда. Привезли подарки, а директор детского дома говорит, они кричат за вами. Я поднимаю глаза, у меня Наташа там машет рукой, и кричит вот такая, бежит, манюхонькая, кричит. Она говорит, всё. И мы привезли их. Все знают, не оформленные к семье домой. Мы забрали их. И решили так, если не получится усыновление, мы будем опеку. Но мы уже их никуда не повезём. Только подумайте, в 23 года у Лидии Векторовны было уже 8 детей. И при том, что рассчитывать на помощь бабушек-дедушек не приходилось. Семья Христодоловых своего рода гелиоцентрическая система, где всё вращается вокруг мамы. А сама она, вопреки всем астрономическим законам, вращается вокруг всех. И не устает благодарить Бога за то, что он так щедро наградил её. Вот почему стали брать детей? Вот сейчас берут, берут, берут. Там, 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 два, там, три. Потом ворачивает. Потом говорят, ой, а я не досмотрел. А у него там сопли текут. А я не посмотрю, у него кочеряшки полезли по голове. А я такого не хотел. И начинают ворачивать. Это называется, пошла мода. Вот взять ребёнка, это мода. Как штанишки порватые с дырочками. Была же мода, да? Как туфли с узкими носами. Думается так. Поиграли и отдали. Так не бывает. Мы никогда не смотрели детей. А Бог дал нам вот каких счастья. Это не наша воля. Это что-то свыше. Вот всё, что даётся, всё прописано. Вот, наверное, вот это моя жизнь расписана. Я должна её прожить вот так. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова А.Кулакова